Вы можете сказать «someone» или «somebody». «Anyone» или «anybody». «No one» или «nobody». Это одно и то же, ребята, абсолютно. Никого нет внизу. «Downstairs» – «двухэтажный дом». «Downstairs» – это внизу. «Upstairs» – это где? Наверху. Как правило, в Англии – «двухэтажные домишки». «Upstairs» – «Downstairs». Тоже понятно, что эти слова мы будем использовать, говоря о предметах. Какая подсказка? «Sang». Окей, прекрасно. Очень хорошо. Язык вперёд. «Sang». Ещё. «Sang». Здесь вот, ещё раз, ребята, «nothing» – внутри отрицания, поэтому мы используем «в положительном предложении». Окей, please read. «We use somewhere, anywhere and nowhere to talk about places». Мы говорим, используем эти слова, когда говорим о местах. Ну, всё здесь очень легко. Please read the example. «They are going somewhere. We are going nowhere. Please translate. Они куда-то пойдут, мы никуда не пойдём. Какая-то. Или «они куда-то идут, мы никуда не идём». Какая-то. «We use some and no in positive sentences». Окей, «some» я сказал вам «positive», но они забыли нам сказать. А, нет, не забыли. Они за... «Но», видите, «но». Тоже в «positive sentences», положительных. Please read the examples. «There is somebody, someone in the room». «Транслейте». «В этой комнате есть кто-то или нету никого?» «Есть кто-то, есть кто-то». То, что «somebody» и «someone» – это абсолютно одно тоже. Но иногда полезно бывает, оборот «zero» и «zero» переводится с конца. Поэтому попробуй с конца перевести это предложение. В комнате кто-то есть. Вот так вот очень красиво звучит. Good. Good. And... Stop, stop. Продолжение следует...